Так, насчет Грузии я могу сказать. Конечно, это была ошибка, как и многое, что нас окружало это время. Все привыкли, если потребительски рассуждать, все привыкли к Боржоме. Понимаешь, все привыкли не к французским видам, а к грузинским. Это одно. Вы заметите, что в каждом, почти в каждом доме делают лобби и социви. То есть у нас с Грузией, можно сказать, кровная связь. Грузинские артисты всегда у нас были самые посещаемые. И там, я не знаю, кого не назови. Наня Бригвадзе, там, эти самые вокальные ансамбли. И даже грузинский акцент у нас считается шиком. И анекдоты с грузином самые смешные. Это часть нашей российской жизни. И вдруг ее отрезали. Так не может быть. Она не отрезана, она как-то временно не работала. Это часть обязательно. И вот то, что сейчас произошли вот такие перемены. Саакашвили, он тоже подневольный человек. Он был полностью под влиянием чужой психологии и идеологии. Да. Он свою задачу для Грузии, он выполнил там. У них там вдруг перестали взятки брать ни с того ни с сего. Милиция. Что вообще удивительно. Раньше про это анекдоты рассказывали, а сейчас вроде они не берут. Ну, какие-то перемены все равно в Грузии произошли. И народ, народ, народ показал свое, как говорится, свое к этому отношение. Все хотят сюда ехать. Здесь учатся их дети. Знаешь, связь неразрывная. Уже несколько сотен лет неразрывная связь. Какой смысл это все менять или... Такого не может быть. Положение было неестественное, а сейчас будет положение естественное. Такое сближение. Так что я очень рад. Новый президент, он ставленник премьер-министра бензина... Как его, не знаю. Иванешвили, да? Да. Вот. Он... Там все радуются. И сейчас показали даже по программе праздник на улице. Потому что есть какое-то улучшение. Слава Богу. Я очень рад за Грузию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...